Каждую ночь, круглый год, очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории, или ОБТ, открывает свои четыре гигантских глаза, вглядываясь в прекрасное южное небо. Каждый глаз — это большое зеркало 8,2 метра в диаметре, которое собирает свет ночного неба и отражает его в оптические системы, которые формируют сверхчеткие изображения Вселенной. Но поддержание глаз ОБТ в чистоте требует периодического проведения тонких и сложных процедур, очистки и обновления покрытия. Это ИСОКАСТ, передовая наука и жизнь за кулисами Европейской Южной Обсерватории, исследуя дальние рубежи Вселенной с нашим ведущим, доктором Джей А.К. Доктором Джо Лиске. Привет и добро пожаловать в еще один эпизод ИСОКАСТа. В этом эпизоде мы собираемся пройтись по процессу обновления покрытия одного из главных зеркал ОБТ. Хотя эта процедура происходит достаточно регулярно, она далека от обычной рутины. Под открытым небом пыль скапливается на поверхности зеркала. И хотя этот слой пыли очень тонок, он серьезно ухудшает качество астрономических наблюдений. Поэтому зеркало необходимо периодически чистить. В действительности его нужно не только чистить, нужно обновлять его покрытие. Это значит, что нужно заменять тонкий слой отражающего алюминия. Техники Европейской Южной Обсерватории должны работать быстро и осторожно для завершения этой операции, сократив время простой огромного зеркала толщиной всего 17 см. Сначала телескоп должен быть подготовлен к тому, чтобы можно было извлечь его зеркало и его оболочку. Команда убирает инструмент, подсоединенный к оболочке зеркала. Снаружи ставится на позицию специальная тележка для транспортировки зеркала с оболочкой. Особая платформа поднимает тележку к главному зеркалу. Когда она достигает уровня зеркала, тележка закатывается внутрь купола напором сжатого воздуха, останавливаясь точно под зеркалом и его оправой. Затем тележка поднимается, чтобы принять оправу и зеркало. Как только оправа благополучно оказывается на тележке, она должна быть отсоединена от телескопа. Откручиваются все болты, отсоединяются все кабели. И теперь, как и всегда, наступает очень напряженный момент, когда команда должна работать очень осторожно, чтобы не повредить хрупкое зеркало. Все-таки в обсерватории нет запасных зеркал, а изготовление нового займет годы. Поверхность зеркала исключительно уязвима. Ее нужно обязательно чем-то накрыть, прежде чем увозить из здания. Покрытие не только защитит зеркало, но и не даст возможность ему сфокусировать солнечный свет на чем-то и сжечь его. Перед накрытием нужно отсоединить меньшее зеркало, отправляющее свет от главного зеркала к различным инструментам телескопа. Все следующие дни оптические инженеры будут исследовать и чистить и это зеркало. Постепенно, большое зеркало полностью накрывается. Тележка медленно выезжает из здания, нагруженное полным весом зеркала и его оправы, ни много ни мало 50 тонн. И снова для бережного опускания тележки на уровень земли используется подъемник. Грузовик привозит гидравлический трейлер, который аккуратно устанавливается таким образом, чтобы принять драгоценный груз. Груз прикрепляют цепями, чтобы он не соскальзывал с трейлера в случае землетрясения или внезапной остановки. И теперь команда готова к совершению путешествия с горы вниз на завод. Эта поездка – критическая стадия всего процесса. Перед ее началом тщательно составляется прогноз погоды. Нужно любой ценой избегать сильного ветра во время поездки, поскольку любое перемещение легкого покрытия относительно зеркала может его поцарапать. Более того, водитель грузовика не может использовать тормоза, потому что внезапная остановка может быть опасна для зеркала. Поэтому грузовик движется со скоростью всего 5 км в час. Но даже с такой скоростью пешехода он, рано или поздно, прибывает в здание обслуживающего зеркала. Первая задача здесь – вынуть зеркало из тележки и оправы. Тележка помещается под специальным поддерживающим устройством. Зеркало соединено с оправой скобами. Каждую скобу инженеры должны открепить вручную. Кажется, что это обычная работа, но поскольку чувствительная поверхность зеркала всего в сантиметрах, от команды требуется самое тщательное – выполнение. Если забыть открепить хотя бы одну скобу, это может серьезно повредить зеркало во время процедуры подъема. Команда готова к подъему зеркала только после тройной проверки каждой скобы. Тыльную сторону зеркала зацепляют специальными крюками, и механизм поднимает зеркало вверх и за правой. Теперь ее можно убрать. После этого зеркало снова опускают, чтобы на его тыльной поверхности можно было выполнить некоторую работу. Перед тем как начать напыление на оптической стороне зеркала, инженеры оптики должны очистить его тыльную сторону вручную. Эта очистка важна для того, чтобы убрать масло, частицы и другие загрязнители, которые могли бы повредить зеркало в вакуумной камере. После этого зеркало осторожно кладут в нижнюю часть камеры, и отвозят в комнату очистки. Первое действие в комнате очистки – очистить все загрязненные области зеркала вручную. Эта операция требует твердой и опытной руки, чтобы не поцарапать поверхность. Это делается для того, чтобы убрать все частицы, которые нельзя смыть во время следующей процедуры промывки. После этого судно с зеркалом помещается в промывочной камере, где смывается старое отражающее покрытие. Начинается процесс промывания, когда гигантская рука распылителя вращается прямо над поверхностью зеркала. Используется только сверхчистая вода и химикаты. Под пристальным взглядом инженеров оптиков машина делает свою безукоризненную работу, и операция проходит гладко. На следующей стадии для избавления от старого алюминиевого покрытия используется кислота. Становится виден настоящий цвет этого блюда. Зеркало изготовлено из специальной керамики, которая не деформируется при изменении температуры. И снова зеркало интенсивно промывается, чтобы его поверхность была как можно более чистой. После промывания вся жидкость откачивается, и зеркало готово для вакуумной камеры. Вакуумная камера находится рядом с мойкой. И зеркало помещается туда сразу после очистки, чтобы избежать нового загрязнения. Чтобы закрыть камеру, поднимается нижняя часть судна. Для напыления в камере выкачивается воздух, чтобы обеспечить практически идеальный вакуум. После этого может начинаться процесс напыления. Инженеры оптики используют электрически возбужденную плазму для молекулярной очистки отражающей поверхности вращающегося зеркала. Затем на зеркало наносятся отдельные частицы алюминия в процессе, называемом искусственным напылением. Это занимает около получаса. Для покрытия около 50 квадратных метров зеркала используется всего около 12 граммов алюминия, создавая покрытие толщиной всего 80 нанометров. Немного, не правда ли? И, наконец, наступает момент истины. Будет ли качество нового покрытия отвечать высоким стандартам ОБТ? Напыление всегда трудное дело. Если недостаточно тщательно очистить зеркало или загрязнена вакуумная камера, покрытие будет повреждено. Когда открывается камера и появляется зеркало, напряжение очень высокое. Первая визуальная проверка показывает, что напыление удалось. Но что действительно имеет значение, так то, что зеркало отражает свет, и необходимо измерить процент отраженного и рассеянного света. Результат подтверждает, что зеркало очень хорошо отражает свет, эксперты полностью удовлетворены. Напыление прошло успешно, и наше зеркало светится снова. И теперь наша команда готова к тому, чтобы отвести зеркало обратно на гору и поставить его обратно на телескоп. ОБТ снова вернется к своим операциям согласно графику, давая астрономам замечательный взгляд на Вселенную. Это Доктор Джей, и я совершаю ЮСО-каст. Присоединяйтесь ко мне снова в новом космическом приключении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова